Здравствуйте! В эфире программа «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Губнова и врач-психотерапевт Алексей Изотов. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, уважаемые телезрители! — Традиционно обращаюсь к нашим телезрителям с напоминанием, что у нас прямой эфир, телефон в студии 202-11-22. Телефон во время программы появляется на экранах ваших телевизоров. Звоните, задавайте вопросы, участвуйте в дискуссиях. Может быть, у вас есть какая-то обратная связь по темам, которые мы озвучивали в наших прошлых программах? — Фактически мы в таком осознанном формате существуем периодически. В начале передачи я об этом говорю, что мы открываем шкатулку с темами или с темой какой-то, и к концу передачи обычно мы ее не закрываем. У нас нет постскриптума, у нас обычно нету послесловия, какого-то итогового завершения передачи, завершения мысли. И почему этого нету? Ну, потому что, на мой взгляд, и практика это показывает. А наши встречи еженедельно очень похожи на то, как происходит психотерапия, ну, вот в текущем формате. Ну, примерно раз в неделю человек приходит в кабинет к специалисту, к психологу, к психотерапевту. Ну, иногда чаще, два раза в неделю, может быть. Но вот большое количество коллег, с которыми я общаюсь, ну, примерно в таком формате существует. И вот то, как наши передачи следуют друг за другом, без, может быть, какой-то логики единой, связывающей эти передачи, без вот этих завершенных мыслей, да, так передача заканчивается или там консультация заканчивается, надо какие-то подбить итоги. Такое бывает, но не всегда. Вот. Чаще всего это как раз похоже на перепостановку, может быть, вопросов, на размышления над вопросами. Вообще, это хорошая идея, это я так немножко введение нашей сегодняшней передачи озвучиваю. Хорошей стратегией является, ну, в течение какого-то времени поразмышлять над вопросами. Не над ответами, а над вопросами. Я вспоминаю одного замечательного гештальтерапевта, я его уже упоминал, французского, Жан-Мари Робина, Робина по-французски, да, если на последний слог, который говорил замечательную вещь, когда он работает с клиентом, с пациентом, он обычно старается вот вокруг запросов, в самой начальной фазе, подольше, правильно ли я вас понял, а это ли вы имеете в виду, а этот ваш вопрос, значит ли вот он вот это. И он говорит, что оказывается, что когда вопрос хорошо сформулирован для самого человека, он похож на, ну, мы вопрошением забираемся на какую-то горку, а потом достаточно, это экономит работу в движении, человек вдруг сам себе начинает отвечать на те вопросы, которые он принес. И вот, завершая вводную часть, я хочу сказать, что мы ждем ваших звонков, вы ничему не помешаете в нашем разговоре, ничего не прервете, вот, и мысль наша в этом плане, ну, прыгает, скользит, может быть, по тем узловым точкам, по каким-то смысловым моментам, которые в этот период ухватываются. А поговорить я сегодня хотел о семье или предложить этот разговор, продолжить о семье, потому что в прошлый раз мы о семье начали говорить, ну, и сегодня я бы продолжил, по крайней мере, сегодня. В прошлый раз мы говорили о конференции, а вот до конференции была программа, да, действительно, мы говорили о семье. Я помню, что мы в прошлый раз говорили о конференции, но конференция была как раз не только о детях, если наши телезрители помнят, ну, о той конференции, о которой мы говорили, но и о семьях. Вот, и поскольку на консультацию приходят, или вот телевизор сейчас смотрят, или где-то там на экране гаджета какого-то нашу передачу, член семьи – это отец или мама, или ребенок, может быть, да, или, может быть, это супруги, которые вдвоем смотрят. Это вот люди, которые находятся в определенной системе. Я к чему? К тому, что вот я бы предложил сегодня еще раз вернуться к этому взгляду, потому что, когда на приеме у меня 17- или 18-летний подросток, 20-летний молодой человек, муж – это всегда часть семьи. Это всегда… он всегда приносит этот человек часть семейной, ну, если хотите, правды, точки зрения, часть семейной конфликтности какой-то, часть семейных разногласий и так далее, и так далее. Вот. А почему еще семья сейчас? Потому что разногласий в текущий момент очень много в семьях. Это просто катастрофическая ситуация складывается, где участники семьи, супруги и так далее, ну, вот, иногда очень непримиримы друг к другу по разным вопросам. И вот мне захотелось сегодня остановиться на этом. Может быть, какие-то вопросы будут, может быть, какие-то мысли полезные появятся. Может быть, пример какой-то приведете, чтобы понять? Потому что, действительно, спектр вот этих непримиримостей, он достаточно широкий. И узнавая каждую новую семью, иногда поражаешься, ну, насколько фантазии у людей хватает делать конфликтами совершенно различные вопросы. От сбора мусора до взглядов, не знаю, на политическую ситуацию. Приведу пример. Сейчас это, эти примеры, ну, по крайней мере, те, которые у меня есть в голове, я тоже о них говорил. Это такие какие-то краевые зоны существования. Ну, например, вопросы сексуального развития. Для детей и подростков сейчас это очень актуально. У меня на этой неделе снова было несколько встреч с разными людьми, где, ну, вот, к сожалению, так происходит. Почему, к сожалению? Не потому, что я чью-то позицию выбираю, потому что то, как я слышу, происходят диалоги внутри семей, они мало к чему ведут. Они очень поляризованы, эти диалоги. Ну, например, отец взрослой, ну, достаточно взрослой девушки, там, 20-летней, да, которая, я так сейчас выбираю фразы, ну, которая знакомится со своим телом, да, вообще, как она сконструирована. Которая знакомится со своими сверстниками, с парнями, с девушками, которые, там, ходят на первые свидания, да, хотя у большинства детей в нынешнее время эти свидания, ну, там, в 16, 17, может быть, в 14. Ну, у нас, я не могу сказать ранние это вопросы или не ранние, просто не буду даже спекулировать, да, там, там, 20 лет назад было как-то по-другому, а сейчас по-другому, не буду про это говорить. Ну, в принципе, вот конкретная ситуация, да, вот, и когда она там что-то смотрит в гаджетах, когда отец приходит и видит, что она смотрит, он, в общем, раздражается руганью, да, зачем ты это смотришь? Не важно, какой контент в этом смысле, ну, сильно не важно, да, важно не то, что она смотрит, важно то, как они общаются в этот момент, да, потому что даже если я, я вполне понимаю отца и его тревогу по поводу того, что происходит с ребенком, разговор или манера говорить, выключи, прекрати, не думай, она не ведет к улучшению ситуации, она не ведет к тому, что... Ну, или прямая рекомендация, сделай что-то другое, кроме этого, да, то есть вот... Пойди выброси мусор, займись учебой, сходи лучше в кино, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Я к чему веду? К тому, что вот та катастрофа, о которой я говорил, ну, может быть, вычеркнуть это слово сейчас, да, оно заезженное, но та очень сложная ситуация, ее как раз вот, ну, по крайней мере, в наш центр дети, подростки приносят, когда рассказывают о том, как в этой совершенно поляризовавшейся ситуации, по разным вопросам, еще раз, например, вопросы секса, вопросы дружбы, вопросы работы, да, кем работать, ты должен учиться, ребенок приходит и говорит, я не понимаю, как я могу здесь учиться, здесь только за деньги принимают экзамены, или там лектор не приходит, или лектор читает что-то уже на протяжении многих лет, да, мы все так жили, потерпи, значит, продержись там 3-4 года или еще что-то, получай образование, делай, что хочешь. Ну, вот такие стандартные какие-то клишированные разговоры, да. Я, конечно, рад, я знаю, что есть большое количество семей, родителей, я сейчас не собираюсь как-то сказать, что одни плохие родители, другие хорошие, я про суть проблемы, про суть коммуникации, вот она сейчас есть такая. Вы в сегодняшней программе, у нас целевая аудитория родителей, которые так себя ведут, или вот дети, которые приходят в кабинет к психологу с этими вопросами? Я думаю, что, я полагаю, что целевая аудитория, если пользоваться уж этим словосочетанием, родители. Но меня удивляет, как быстро, или как не быстро, или как незаметно эти люди, мы, те, кто стали родителями, забыли, какими мы были подростками. Когда мамы и папы, бабушки и дедушки говорили нам ровно те же самые вещи, вызывали в нас абсолютное, может быть, возмущение, несогласие, негодование, желание озвучить свою позицию, я не знаю, там, доказать, может быть, что-то, да, аргументировать, ну, по крайней мере, пообщаться, да, вот. И как будто это молчание, как будто это какая-то такая кривоватая традиция, ну, вот, передалась. И теперь мы те люди, которые говорят, перестань, не ходи, не смотри. И я нисколько не сомневаюсь, что в этот момент, я сейчас так себя причислил к родителям, мы хотим самого хорошего, самого лучшего, доброго защитить, оградить, воспитать, сделать человека и так далее, да. Но вот когда, в какой момент и где эта граница между, в каждой семье, я сейчас не про абстракции, в каждой семье между тем, чтобы как-то обозначить границу и где-то как-то договориться о чем-то с ребенком, да, вот, где эти моменты, вот, ну, и, собственно, я к тому, что, вот, те ребята, о которых я уже на протяжении нескольких передач говорю, вот, они приходят и, ну, вот, мы начинаем, я не в том смысле, что мы такие хорошие и понимающие, я имею в виду специалисты, психологи, психотерапевты, ну, просто это, наверное, профессия, работа такая, у нас нет ничего, кроме коммуникации. Ну, вот, действительно, интересно, почему каждое поколение попадает в эту ловушку? То есть мы, когда были молодыми, наши взрослые вокруг говорили и ужасались, ой-ой-ой, что же из них вырастет, они тут вообще не пойми, чем занимаются, у них целей нет, ну, им так казалось, что у нас целей нет. Почему? Потому что мы, будучи молодыми, не особо делились своими целями с этими взрослыми. Как так это вот происходит и почему, ну, человечество, условно говоря, наступает все время на одни и те же грабли? — Сложный вопрос. Я подозреваю, что по этому поводу написано очень много всяких интересных и разных книжек. — Ну, может быть, это риторический вопрос? — Риторический, я думаю, риторический. Я вот с какой целью сегодняшний этот наш разговор продолжил, завел, ну, потому что, может быть, я знаю, что это со мной работает. Что именно? Я что-то слышу и здесь же хочу попробовать применить. Ну, просто развернуться от телевизора или от гаджета, на котором я что-то увидел, услышал, в сторону своего семейного человека, да, ребенка в данном случае. И прямо сейчас какую-то штуку такую сделать, да, сказать, слушай, а что ты смотришь, да? Мы можем это вместе посмотреть? — Я пример из собственной жизни. Дочь недавно говорит мне после того, как мы общаемся, достаточно доверительно, она мне говорит, папа, мы достаточно доверяем друг другу? И меня просто изумляет этот вопрос, у меня пролетает несколько вариантов фантазии, о чем, ну, дверью, в какое пространство является этот вопрос, что мы должны там обнаружить? Я так, в общем, говорю, да, искренне полагая. И дальше она говорит о том, что она попробовала вот эту штуку, которую курит сейчас молодежь. И это как раз, ну, вот, это и живая для меня ситуация, вот я к чему говорю, да, что это не только про каких-то других детей, не просто про каких-то других подростков, это про моих детей. Вот, этот разговор о том, что, да, можно развернуться и, наверное, вот в этом направлении коммуникации что-то сделать, ну, кроме запретов. Обращаюсь к нашим телезрителям, если вы готовы подключиться к нашему диалогу, может быть, поспорить с нами, возможно, у вас есть свое мнение или свой опыт взаимоотношений с детьми, подростками, звоните, телефон в студии 302-1122. И вот ведь эти горячие темы, они так и остаются, мы их по-взрослому обходим, да, мы их... Это тема смерти, это тема агрессии и насилия, это тема сексуальности. Ну, это даже тема отношений. Это тема отношений, это тема веры, вероисповедания. Сейчас это еще тема политики, безусловно, да, вот, и я думаю, что вот, ну, просто полагаю, что людей, которые приходят вот в этом собственном одиночестве, причем мне, знаете, Елена, еще интересно, очень много, я, по крайней мере, в соцсетях читаю выстрелов друг в друга словами, думай собственными мозгами, да. Ну, интересная фраза, аргумент людей, которые, ну, что ты это смотришь, думай собственными мозгами, да. Собственные мозги откуда взялись, это вот ведь хороший вопрос, и у того, кто задает этот вопрос, да, какими мозгами собственными он думает, сколько тех дум, которые есть в моей голове, собственно, мои, а не чьи-то, ну, собранные там за 40 с лишним лет, да. И как такое одеяло, как там, лоскутное, да, вот немножко отсюда, немножко отсюда, и мне кажется, что, в принципе, в этом одеяле тепло моему мозгу, да, или моему телу, моему существованию. Вот, и когда я смотрю на одеяло другого человека, мне кажется, что оно скроено криво, косо, и вообще лоскутки друг к другу не подходят, мне кажется, что у него абсолютно нелогичные аргументы и так далее, да. И вот это вот желание, чтобы другой думал, ребенок, например, да, или супруг думал своей головой, не смотрел телевизор или не смотрел какие-то особые передачи, да, вот, ну, просто, чтобы не смотрел. То есть, как будто прекратить что-то видеть, это залог того, что в голове что-то поселится. Ну, все равно чем-то придется думать, да. Алексей, вот вы, ну, привели примеры, и действительно, действительно мы говорим про семьи, про подростков и про проблему коммуникации уже достаточно давно, даже будучи здесь в эфире. Исходя из вашего опыта, как чаще складываются вот дальнейшие сценарии отношений между детьми, которые ходят к психологу, психотерапевту и родителями? Я понимаю, что по-разному бывает, да, где-то родители и отказываются, и не готовы поменяться в своих суждениях, в своих комментариях каких-то, и детям, ну, приходится, ну, наверное, еще больше отдаляться как-то и уходить в самостоятельное плавание. Бывают ли хорошие сценарии, да, и хорошие такие, хорошее развитие, где, ну, не хорошее, может быть, оно не очень подходит в данной ситуации, продуктивное. Где ребенок приходит домой и говорит, мы вот с психотерапевтом обсуждали проблему нашей коммуникации, там, меня не слышат, я задумался, что и я вас, например, не слышу. Есть ли родители, которые откликаются на это, и которые готовы, пусть там через трудности, но поменяться? Ну, хочется сказать, конечно, есть. Хочется, потому что это действительно так, и мы движемся обычно в направлении того, что через какое-то время вместе с подростком, вместе с ребенком на прием начинает хотеть попасть кто-то из родителей, или, может быть, оба родителя, да, приходит папа, приходит мама, случается какой-то разговор внутри, консультации, да, внутри сессии, как сейчас говорится. Причем дождаться этого иногда, ждать этого приходится иногда достаточно долго, потому что, ну, я тоже уже об этом говорил, и сейчас это тенденция думать, что состояние подростка, ну, настроение или его какие-то выборы, да, с кем-то общаться, с кем-то не общаться, что-то смотреть, что-то не смотреть, хотеть на работу идти или не хотеть, они связаны с содержанием серотонина, норадреналина, там, нейромедиаторов каких-то, да, и вот, ну, это устойчивая точка зрения, что нужно только выпить какие-то таблицы, я хорошо отношусь, как доктор, я подчеркиваю, да, они, безусловно, важны, как инструменты врачебной помощи, но сводить все к тому, что апатия поменяется на радужное отношение и удовольствие от жизни при помощи лекарств, ну, как ни странно, а может быть, ни странно, эти самые ребята быстрее это начинают понимать, что дело не в лекарствах, а потом приходят и об этом, ну, говорят родители, вот, и, ну, в принципе, появление супругов, родителей на консультации, это вот тот самый конструктивный или шаги к конструктивному подходу, о котором вы сказали, ну, по крайней мере, я так это для себя понимаю. Я знаю, что мы не даем, как правило, прямых рекомендаций каких-то, да, делай так, вот, и будет тебе счастье, но можем ли мы, тем не менее, ну, предложить какие-то модели коммуникации, где родители могут перестроиться, вот, зачем ты смотришь, вот, вы уже озвучивали вариант, давай вместе посмотрим, да, как можно с ребенком, подростком обсудить, ну, вот эту какую-то, вот это текущее медиа какое-то, да, медиа потребления. Когда вы начали этот вопрос, Елена, задавать, у меня несколько таких мыслей промелькнуло. Вообще, очень обычно оказывается полезным, когда человек попадает в шкуру другого человека, да, ну, так у нас говорят, в шкуру другого, в костюм другого. В тапочки, говорят. В тапочки, да. Вот, может быть, родители найдут время, я сейчас, коммуникацию нужно подготовить. Это для меня очевидная вещь, потому что, когда кто-то приходит за советом и от кого-то его получает, и приходит его домой реализовать, обычно он приходит второй раз, чтобы сказать, что ваш совет не сработал, дайте мне другой. Ваш, видимо, просроченный или кто-то им уже другой воспользовался. И это тотальная ситуация. И в этом смысле специалист попадает в, честно говоря, незавидную позицию, когда к нему приходят и говорят, мы вот это попробовали, и вот этот штрих-код мы попробовали, и вот этот ключ мы попробовали, да, и вот этот вариант. И, ну, вот получилось как-то по-другому. И, в общем, в конце концов, нет, бывают, конечно, специалисты, которые, вот, предполагая эту ситуацию, они сразу массу советов выдают. Вот, говорит, вот вам целый набор советов, какой-нибудь да подойдет, да, если не так, то и так. Вот, мне кажется, что хорошим вариантом было бы готовить коммуникацию. То есть, что, ну, посмотрите, узнайте, что смотрят ваши дети, посмотрите сами это, ну, в течение какого-то времени. У меня даже тут пример есть. Родитель, короткий пример. Родитель вот одной из девушек приходит и говорит, вот она что-то смотрит. А я знаю, что она смотрит. Потому что мы пообщались перед этим с ее дочерью. Я говорю, и вот 50 минут она в течение консультации, мы возвращаемся, она говорит, я не знаю, что-то она там такое смотрит, меня пугает и так далее. Я говорю, хотите, я вам скажу, что она смотрит? Вы просто можете забить там где-то в Ютьюбе, в Гугле и, ну. И ответ был достаточно неожиданный. Она говорит, я не хочу. Вот, поэтому, отвечая на ваш вопрос, ну, попробуйте посмотреть. Я хочу, я вам привела специалист свою дочь, сделайте мне ее нормальной и отдайте обратно. Ну, там не совсем так было, но все-таки у нее есть аргументированная у мамы, аргументированная позиция, почему она не хочет. Вот, вот, ребенок куда-то спустился в этом смысле, да, спустился, я вспоминаю Орфея и Вредику, да, в какое-то пространство он попал. И родитель по каким-то причинам собственных установок, еще чего-то, страхов не хочет, не может, не уверен туда, за ним пойти. И попробуйте с чего-то более легкого, да, чтобы понимать, а что смотрит ребенок. Ну, хотя бы потом говорить с ним на одном языке, что он слушает, да. Дети не такие глупые, как нам, родителям, иногда хочется про них думать. И это можно обнаружить, да. Или, по крайней мере, если мы не такие глупые, как хотим казаться перед своими детьми, тогда мы можем посмотреть, например, тот контент, который есть перед детьми, и сказать, откуда культурально это выросло, ведь есть ли это какие-то перепевки, какие-то отсылки к чему-то, да, но можно тогда указать на первоисточник. То есть здесь родитель может выступить экспертом. Если он себя экспертом не ощущает, то, ну, тогда нужно подготовиться, да, тогда нужно посмотреть, что смотрит ребенок, пойти к специалистам, ну, как-то выяснить, да, если нет желания его терять. Или если он что-то читает. Как еще подготовиться к коммуникации? Я очень приветствую тех родителей, которые сами, ощущая трудности общения с ребенком, начинают приходить на консультации к психотерапевту, к психологу. Они говорят, я не знаю, как общаться. Ну, то есть они, по сути, приходят решать, ну, действительно, вопросы собственных трудностей, да, где я не могу выйти из этого страха, чтобы начать смотреть то, что смотрит мой ребенок. Ну, вот страх, про который вы озвучивали. Вы начали говорить, я задумалась, что может так пугать эту маму или папу, я не знаю, я не помню, вы сказали, назвали родителей, кто был, в том, чтобы посмотреть вот этот контент, которым увлечен ребенок. Какие чувства? Могут пугать чувства. Отвращение, страха, стыда, злости, одиночество, гнева, может быть, да. Я сейчас разный, я это не все. Наверное, слишком хорош должен быть какой-то контент, чтобы он все эти сразу чувства, да. Вот. То есть, по сути, родители, ну, вряд ли он так вот дифференцирует эти чувства, про которые вы сказали, да, чтобы себе отдать отчет и осознанно сказать, я не смотрю, потому что боюсь, что мне будет стыдно это смотреть, и я буду думать, как мне это развить теперь. Елена, я даже вот, наверное, что скажу. Я надеюсь, у нас еще есть чуть-чуть времени. Очень, немного, да. Родителям нужно быть, нужно иметь достаточно устойчивую свою собственную точку зрения по многим вопросам, в том числе по вопросам пола, для того, чтобы не бояться комментировать любые, не на уровне правильно-неправильно, да, на уровне... Я думаю, что иногда родители, мы боимся спуститься, потому что мы сами не уверены в той теме, в которую мы заходим, мы не знаем, что там делать, не знаем, что там сказать, поэтому подготовиться к этим разговорам – очень важный момент. Люди, которые знают свою позицию, четко ей придерживаются, внутри, по крайней мере, они способны спокойно разговаривать с представителями других позиций. Если я не уверен в своей позиции, если я чувствую, что позиция другого человека начинает вызывать во мне колебания, конечно, я начинаю пугаться, конечно, я начинаю стыдиться. Ну, действительно, у нас прямо несколько десятков секунд остается до конца программы. Если, когда человек уверен в своей позиции, он может говорить о ней спокойно, да, и не добавлять, и не подогревать эту позицию эмоциями, то есть не продавливать ее, там, не повышать голос. И не бояться, что она будет выбита из-под его собственных ног. И тогда он может услышать другую, потому что он знает, что позиций может быть несколько. Тем более, если речь идет о ребенке. Не о враге, не о воре, не о ком-то, не о противнике, не о собственном ребенке. Спасибо, Алексей, за сегодняшнюю встречу. Спасибо. Спасибо вам, уважаемые телезрители, что были с нами. Смотрите нас в ВКонтакте в группе «Разговор по душам» на Самары ГИС, а также на канале YouTube Самары ГИС, весь архив наших программ. До свидания.